здравствуйте уважаемые любители аквариума сегодня я сниму видео в котором предложу свою версию возникновения у аквариумных растений водяных корней и покажу я это вам на примере людвигий полюстрис вот видно что она росла росла она из грунта дотянулась до поверхности воды потом начала стелиться и пошла далее и вот в этой части стебля где растение дотянулось ближе к лампам у нее начали появляться отростки и я заметил такую тенденцию что в тех местах где у нее появлялись отростки здесь же появлялись и водяные корни вот здесь это хорошо видно отросток и вниз пошел водяной корень здесь тоже самое отросток и вниз пошел корень здесь это заметно лучше всего в этом месте у нее сразу два отростка и вниз пошли самые длинные самые большие водяные корни всем привет в одном из своих видео я уже озвучивал свою версию появление у аквариумных растений водяных корней в прошлый раз я показывал это на примере людвигий полюстрис после этого я ее укоротил и через какое-то время у меня разрослась гиграфила многосемянная сейчас я вами покажу растет она у меня из грунта под задней стенкой она дотянулась до поверхности воды начала стелиться и точно так же как в случае с людвигиями я заметил такую тенденцию в той части стебля где растение дотянулась ближе к лампам у нее начали появляться отростки и в тех же местах где начали появляться отростки у нее начали появляться и водяные корни здесь это хорошо заметно вот отросток и вниз пошли водяные корни здесь точно так же ну и собственно говоря везде по растению точно такая же тенденция вот молодой отросток и вниз пошли водяные корни причем водяные корни у нее появляются чуть раньше чем появляется отросток вот такая тенденция я не знаю совпадение это или нет но два абсолютно разных растения в данном случае гиграфила в том случае была людвигия но абсолютно схожие симптомы в прошлом видео я уже предлагал провести голосование здесь давайте сделаем то же самое если вы согласны с этой версией ставьте лайк если не согласны ставьте дизлайк и озвучивайте в комментариях свою версию появления у аквариумных растений водяных корней и я думаю совместными усилиями мы сможем докопаться до истинной причины этого явления так что участвуйте в голосовании ставьте лайки ставьте дизлайки озвучивайте свои версии а я на этом буду заканчивать это видео всем спасибо за внимание пока